МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В терапевтическом корабле, чтобы открыть одну дверь, нужно закрыть предыдущую. Чем ближе к зараженным, тем мощнее защита. На первом этаже приемное и первое терапевтическое отделение. Здесь проводят КТ органов грудной клетки. Если пациенту подтверждается легочная пневмония, тогда он уже остается в стационаре и уже распределяется между отделениями, либо поднимается на следующий этаж, либо остается на первом этаже первая терапевтическая отделение. Вот оно, кстати. По коридорам ходить нельзя. Все пациенты, даже те, кто проходит лечение в терапии, зависят от кислорода. У докторов свободы не больше. Анестезиолог-реаниматолог в полной экипировке заступает на смену, в течение которой покинуть свой пост не имеет права. На данный момент у нас 16 пациентов. Одно место у нас, как видите, свободное. Этот пациент сейчас находится в диализном зале. То есть он перекачан в диализный зал для проведения заместительной почечной терапии. То есть свободных мест нет? На данный момент нет, к сожалению. С каждым новым штаммом ситуация ухудшается. Больных становится все больше, а само заболевание коварнее. В реанимации за пациентов дышит аппарат ИВЛ. Он создает положительное давление на выдохе у пациента, благодаря чему раскрываются ателлектозированные участки легких. Помимо этого, создается повышенная концентрация кислорода на вдохе. В атмосферном воздухе примерное содержание кислорода – это 21%. Из-за большого шунта у данных пациентов создается гипоксимия, и мы ее компенсируем увеличением содержания кислорода на вдохе. Только так можно компенсировать дыхательную недостаточность у больных и помочь им преодолеть острый период заболевания. Аппаратура со своей задачей справляется, а вот некоторые пациенты – нет. Это целое испытание, и это испытание проходят не все. Не все справляются с таким, для этого нужен характер, чтобы справиться с этой маской. Маска достаточно плотная, она герметично прилегает к лицу, чтобы создать достаточный уровень давления. И для того, чтобы выдержать это, нужна хорошая сила воли. Не все с таким справляются. Одни пациенты лежат с маской, другие – в специальном шлеме. По эффективности одно не уступает другому. Если от первого появляются пролежни, другие не подходят тем, у кого клаустрофобия. Шлем одевается на голову, который тоже бывает полностью герметичный, и в нем создается определенная, так скажем, атмосфера. То есть, также положительное давление там создается, которое помогает человеку дышать. Удобно это бывает в тех случаях, когда у пациентов нет клаустрофобии, когда пациенты начинают жаловаться на дискомфорт от лицевой маски, потому что часто у них образуются пролежни в районе перегородки, на лице дискомфорт. Маска или шлем – неважно. Лежать нужно строго на животе. Чем дольше, тем лучше. Идеально 24 на 7. И это еще одно испытание. Но только так дышать становится легче. Вы сейчас с родственниками по телефону общаетесь? Я просила, не надо было, да. Хотелось бы чаще, но не хватает сил. Когда сама пользоваться телефоном не могла, врачи давали слушать сообщения от близких. Это как дополнительная терапия. Ковид у Елены Петровны развивался стремительно. Положительный ПЦР. Температура под 40. Незначительное поражение легких обернулось почти стопроцентно. Вакцинироваться не могла. Отек к венке и анафилактический шок в анамнезе получила медотвод. А тем, кому прививка не противопоказана, пациентка реанимации настоятельно рекомендует привиться. Я советую каждому человеку просто сейчас посмотреть на меня, не только на меня, понять, что это более чем серьезно. И я вам скажу так, что при моем огромном поражении легких, легких, если кто-то не хочет этого, то это легко не допустить. Берегите себя. Просто люди, берегите себя. Это серьезно. Это уже давно не простуда. Сотрудники реанимации привились одними из первых. Одни спутником ВИД, другие ковиваком. У всех хороший уровень антител. Они, как никто другой, знают, как опасен ковид. Молодой возраст и отсутствие хронических заболеваний – не гарантия легкого течения болезни и даже выздоровления. В отделении умирали и те, кому не было 30. Слишком поздно обратились за помощью. Я очень хочу, и мы все очень мечтаем о том, чтобы наши отделения были пустые, чтобы у нас не было пациентов. Поэтому мы призываем к вакцинации, чтобы это все, наконец, пошло на спад. И больше вот этого всего не было. Чтобы мы вернулись к мирной жизни. При этом, я так понимаю, что сами сотрудники отделения, они все привились? Конечно. Как можно не привиться, видя все это? Мы первыми привились сами. Они не боятся работы, борются за каждого пациента. К графику работы и СИЗам уже привыкли. Не хотят привыкать к другому, терять пациентов тогда, когда можно было этого легко избежать, просто сделав прививку от COVID-19. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова